И вообще, вот, обо всем по чуть-чуть. Ну, эта презентация не рассчитана на какую-то глубину, вот, и ширь она скорее будет, наверное, для тех, кто интересовался этой темой Raspberry Pi, ну, уже кто им только не интересовался, но, тем не менее, многие его или видят впервые, или не видели. Вот когда-то он мне попался в руки, у меня были свои интересные задачи, и, собственно, была целая масса вопросов вообще, что с ним делать, каким образом его программировать, что он может, ну, вообще, с какой стороны к нему подойти. Потому что, с одной стороны, как бы, был некоторый бэкграунд по эмбедду, по микроконтроллерам, но это все-таки не микроконтроллер. И, так, как бы, я чуть-чуть расскажу про Raspberry Pi, расскажу чуть-чуть про его софт, зачем изначально я с ним начал возиться и какие задачи решал. Ну, и потом, как бы, по шагам, как этот весь процесс можно сделать менее болезненным, более оптимизированным и, в конце концов, достаточно прозрачным, чтобы это все делалось, грубо говоря, понажать ее в 5 и больше ничего делать уже не надо было. Что такое Raspberry Pi? Это просто одноплатный компьютер. Это системный блок размером с кредитку. Вот. Говоря про него, я беру сразу весь диапазон этих компьютеров. Их изначально на картинке сверху нарисован третий, самый последний. А внизу нарисован, ну, не первый, но самый маленький. Объединяет их всех то, что они все сделаны совместимо. Так что, был такой опыт, когда SD-карту из самого дешевого и маленького по очереди просто вставляли во все остальные. И он там взлетал без каких-либо телодвижений. Его архитектура ARM, у него, ну, на самых маленьких одно ядро, где-то на 800 МГц, на самых жирных 4 ядра, где-то под полтора и больше, я сейчас точно не скажу. Вот. И на самом маленьком 256 метров вазу, на самом большом 2 Гига. 256 вроде бы мало, но при этом для Linux с GUI этого на каком-то минимуме хватает. А если использовать его в качестве какого-то сервиса консольного, где графический интерфейс, в принципе, не нужен, этого хватает вообще за глаза. Вот. И у него есть разъем для монитора, разъем 3.5 джек для наушников, пара специфичных длинных разъемов. Один из них это разъем для подключения LCD-дисплея с сенсорным экраном и один для их специфичного формата камеры. Ну, стандарт подключения камеры на самом деле там самый классический, просто у них как бы свой шлейф. Вот. И есть целая куча GPIO-пинов. Это пины, которыми можно просто поморгать светодиодом, как Ардуинкой. Ну, по сути, все то, что есть на Ардуинке. Всевозможные последовательные embedded интерфейсы, типа SPI и 2C. И все, что можно найти на Алиэкспрессе, типа какой-нибудь дисплейчик с сериалом интерфейсом. Или, блин, я не знаю, какая-нибудь плата управления какими-то релюхами, розетками. Это все обычно либо сразу, либо с каким-нибудь максимум резисторным делителем можно просто воткнуть в Raspberry Pi. Один из его нюансов, это то, что последние модели, самые жирные, второй, третий Raspberry Pi, они требуют очень хорошего источника питания. И не всегда понятно, что вроде бы это хороший блок питания от какого-нибудь iPad, который вроде как 1,5-2 Ампера выдает, а все равно еще так как-то не так. Компьютер тормозит и глючит, но проблема в том, что вот 2,5 Ампера это действительно такое вот требование на больших моделях. Ну, а маленький кушает, в общем, совсем копейки и с ним можно делать хоть батарейные устройства, то есть 130 мА, это как бы совсем ничего. Да и цена у него, в общем-то, достаточно смешная, больше берут за перевозку сюда, чем за продажу. Вот, там есть Ethernet, USB, Wi-Fi, Bluetooth почти на всех моделях. При этом, наверное, пора переходить к софту. И при этом на нем стоит обыкновенный Linux. Вот, есть несколько специфичных Raspberry дистрибутивов от производителя. У них есть свой Raspbian, который есть просто пересобранный под ARM Debian. Ну, и все остальные дистрибутивы тоже его не обошли стороной. Вот, и Linux в этом плане является максимально интересным. Сразу, наверное, отвечу на вопрос, у кого есть, а есть ли под него Windows. Windows есть, но это Windows, который Windows for Internet of Things, и это абсолютно не имеет ничего общего с Windows, который мы знаем. Это скорее такая себе платформа а-ля Ардуино, но которую можно программировать из Visual Studio. Очень сомнительная, как бы такая специфичная поделка для каких-то целей. Если ей кто-то когда-нибудь находил применение, будет интересно услышать. Вот, пока что я плохо это представляю. И, наверное, вопрос у кого-нибудь возник, в чем разница с Ардуиной. Ну, разница с Ардуиной в том, что Ардуино это просто 8-битный микроконтроллер, на котором исполняется программа реального времени, а Raspberry это все-таки полноценный компьютер. Вот, и в чем есть недостаток Raspberry, что не может Raspberry, но что может Ардуино? Это то, что Linux не является операционной системой реального времени, и, к примеру, есть какие-нибудь датчики, например, если это робототехника, это датчик расстояния ультразвуковой, который работает просто по принципу. На один пин посылаем сигнал, через какое-то время на другом пине он появляется. Время, там, количество тактов замерили, узнали, какое было расстояние до объекта по этому времени. Но, поскольку это не система реального времени, Linux никак не гарантирует, что весь этот период, который мы работаем с датчиком управления, есть у нашего процесса. Управление, диспетчер процессов постоянно переключается, и, как показывает опыт, такие вот задачи на Raspberry абсолютно не реализуются, и приходится дополнительно довешивать еще какую-то плату, хотя бы ту же Ардуино, и с ней связываться. Так что, с точки зрения софта, работа с Raspberry Pi, это, по сути, работа с обычным компьютером, компьютером, на котором стоит Linux, и к которому, в общем-то, можно даже подключить монитор, клавиатуру, поднять там рабочий стол, запустить там IDE и как бы пользоваться. Но есть нюансы. Основной нюансы – это производительность. Потому что IDE, у него, точнее, графический интерфейс, даже на самых последних моделях, будет сильно подтормаживать скорость компиляции, оставляет желать лучшего. Да и для большинства прикладных задач, если, например, кто-то хочет себе собрать какой-нибудь домашний сервер, который будет лежать в ящике стола, и от какой-нибудь простой зарядки крутить какой-нибудь сервис, то там более интересны, менее производительные модели. И тут начинаются, как бы, о, начинаются вопросы, как это все ускорить. Собственно, это и была прикладная задача, ради которой с этим всем разбиралось, приходилось разбираться. И, значит, будем считать, что Raspberry Pi у нас есть, и хочется на нем что-то запускать. Тут есть, проще всего, конечно, обойтись каким-то скриптовым языком. Потому что, если расшарить какую-нибудь папку, закинуть туда питоновский скрипт, с PySSH зайти и его там же запустить, то, собственно, задача решается максимально простым способом. Только одна проблема. У Raspberry Pi все-таки не так много ресурсов. А Python может решать не все задачи. Ну и мы тут все вроде как C++-ники. Первая же идея, как, кстати, можно разобраться с C++-ом, это просто зайти по SSH, набрать Апатеги от GCC, AutoTools, CMake. Как бы, поставить себе все эти пакеты, как будто бы мы в Linux, и работать по SSH. Но этот вариант, во-первых, подойдет только для адептов VIM. А во-вторых, ну, средняя скорость компиляции какого-нибудь пакета, типа того же ZeraMQ, например, или протобуфера, она на компьютере, на десктопном, на это уходит 2-3 минуты. На первом Raspberry Pi на это будет уходить, наверное, не меньше часа. И самая большая проблема в том, что для каких-то больших проектов, 256 метров в АЗУ, если у нас маленькие Raspberry, ну, просто не хватит. Тут иногда можно выкручиваться тем, что когда видишь, что компиляция все никак не проходит из-за ошибок самого компилятора, которой ему не хватает памяти, можно воткнуть 16-гиговую флешку, набрать SWAP-ON, пробел DEV, SDB, к примеру, и подмонтировать всю флешку целиком как SWAP. Но, опять же, это будет работать крайне медленно, и это не является решением. И тут хотелось бы работать все-таки на своем компьютере, чтобы это был твой десктоп, на нем была IDE, и чтобы это все как-то было более-менее удобно. Какие у нас есть варианты? Вариантов, собственно, два. Это сделать так, чтобы IDE выступала фронт-эндом, и код редактировался на компьютере, впоследствии по нажатии скомпилировать, все закидывалось на удаленную машину на Raspberry, там компилировалось уже настроенным для него тулчейном, и там же запускалось. Потому что, как я говорил, ARM, архитектура и x86, которые стоят у нас на десктопах, они несовместимы. То, что будет скомпилировано у нас, оно там никак не запустится. Вот. Так умеет делать C-Line, из всех, кого я знаю. Мне кажется, может кто-то еще, но это единственная туллза, которая мне попадалась. Вот. И оно все настраивается очень легко, достаточно только прописать, указать ему SSH, и он дальше все настроит и сделает сам. Более правоверный вариант, это все-таки собирать на своем компьютере. Это значит, что на компьютере, помимо стандартных всех инструментов, должен стоять компилятор, который работает на x86 архитектуре, но генерирует код под ARM. И это все должно работать нормально в связке с IDE. Для Visual Studio есть такой плагин, то ли GDB, то ли DBG. Вот. Не очень уверен. И он вроде как все делает очень красиво. Ему достаточно указать какая-то архитектура и указать IP-адрес Raspberry Pi. Он сам качает нужные компиляторы. Он сам заходит на Raspberry Pi. Сам находит там хидеры, либо установленные в Linux, сам их копирует на рабочую машину. И вроде как сам в один клик это все собирает. Но, к сожалению, то, что написано в рекламе, у меня не заработало. Второй вариант, это использование кодкреатора. Очень интересная туза тем, что она подходит для широкого спектра задач, как IDE. И программирование на нем embedded устройств тоже оказалось очень удобным, волшебным и вообще не имеющим никаких недостатков после нескольких лет использования. Как выглядит WinGDB? После установки этого плагина просто появляется дополнительная опция в создании проекта. У него есть Linux Project Wizard. Он при старте, как я говорил, сканит все папки с инклюдами, либами, копирует их на компьютер. Но по итогу завести у меня это все не получилось. Но, может быть, мне не повезло. Вот. Просилая мне ничего не могу рассказать. А у кодкреатора есть в настройках, во-первых, в таргетах можно указать дополнительный таргет. И если нажать добавить, он спросит, какого типа таргет. Я могу попробовать это на своем кодкреаторе. Есть Tools Options. И в девайсах можно сказать, что добавить еще одну цель для сборки. Чтобы это был просто Linux Device. Мы говорим Wizard. Здесь он просит ввести его название, IP-адрес, на котором он есть, и credential, и как туда заходить. Вторая интересная часть его настроек – это environment. Ой, нет, не environment. Да, ну, потерял секунду. Ага, это Kids. Где можно... Ну, уже... Все, повисло. Где можно указать, какие есть установленные у нас toolchain'ы, какие есть в системе установленные компиляторы. И среди них добавить пути к, к примеру, установленному GCC, именно собранному под ARM. Так, возвращаемся в презентацию. Ой, куда же? Так, как запустить? Вот. И указав target device и указав компилятор, в принципе, на этом настройки заканчиваются, и работа с ним выглядит так, что написанный код, что внизу нужно указать, под какой этот таргет, будет собираться по SSH, тут же закидываться на Raspberry, на нем запускаться, и даже его Cout и CR потоки аутпута будут сразу же выводиться в нижнее окно, где идет аутпут от приложения. То есть, выглядит это все так, как будто бы вы этот Hello World или что-то запускаете просто на своем компьютере. Вот. Какие у нас есть варианты с Tool Chain? Это есть уже, как правило, от самих производителей Raspberry Pi и энтузиастов. Уже некоторые собраны Tool Chains, но можно собрать свой. Среди инструментов для сборки своего есть такая вот вещь, как CrossTools NG. Когда нужен Tool Chain под какую-то архитектуру, и его просто нету под рукой, и это что-то достаточно странное и непонятное, можно скачать его, запустить конфигуратор, конфигуратор вот такой вот псевдографический, и через пункты меню здесь можно выбрать, начиная от архитектуры процессора и заканчивая версиями GCC, GLEPS, GDB. То есть, абсолютно сконфигурировать по своему желанию все версии, всех инструментов, и после часа или двух активной работы он выплюнет папку, в которой будет все разложено по папочкам. Там будут все бинари компиляторов нужных, либо стандартные, и этим, в принципе, можно пользоваться. И какие есть нюансы при CrossCompиляции? Будем считать, что один из двух вариантов мы выбрали, что нам надо выбрать правильный Tool Chain, убедиться в том, что этот Tool Chain вообще подходит к той версии Linux, которая на этом ARM компьютере крутится, потому что конкретно это Raspberry Pi, но если говорить в общем, это просто некий компьютер с нетипичной для нас архитектурой. Нужно убедиться в том, что те версии библиотек, которые мы хотим использовать, и те версии библиотек, которые лежат на нашем компьютере, на котором мы собираем, они совпадают. То есть, ну, простой пример, если мы, к примеру, на Raspberry Pi у нас стоит Boost, там какой-нибудь 1.43, а мы к себе на компьютер скопировали ARM-овские библиотеки от Boost, там 1.45, и вроде как все слинковали, и потом пытаемся запустить бинарник, он будет крэшиться со словами, что там какие-то проблемы с библиотеками, с линковкой, и в общем, Invalid Application Image. Как это все удобно решать, я сейчас расскажу. Еще один важный момент, то, что у нас, когда мы складываем все библиотечки, которые лежат с Raspberry Pi к себе на компьютер, то есть нам нужен такой же набор инклюдов и лип, и чтобы во время компиляции именно эти инклюды использовались, и именно эти липы линковались. То есть мы обычно создаем какую-нибудь root.fs папочку, в ней создаем папочку usr, в нем include, lib, ну то есть практически повторяем файловую систему со всеми теми папками, где лежат инклюды и липы. И нам очень важно прописать именно эти папочки, и явно задать, что искать только в них, потому что первое время много шишек было набито на том, что я пытаюсь скомпилировать свою программу с использованием буста, а она не компилируется, линковщик валится, ругается, какую-то ересь говорит, а потом стало понятно, что он в первую очередь находит эти папки просто у меня в usr и пытается x86 бинари буста прелинковать к ARM приложению. И тут важно убедиться в том, чтобы ничего из нашей архитектуры не пролазило туда. И естественно нужно все время поддерживать up-to-date, чтобы у нас совпадали эти все версии библиотек. Такие же точно должны стоять в кросс-толчении, именно как в той операционной системе. А ломаться это может по многим причинам. К примеру, мы используем какую-нибудь библиотеку Lipschpack, она стоит на компьютере, на Raspberry Pi, мы оттуда копируем Lipschpack H из инклюда, копируем Lipschpack.a или so, себе положили, собрали, все хорошо, потом мы набираем на Raspberry Pi в Linux ap-to-get update, в Debian или Ubuntu это просто обновление версии пакетов. Оно подтягивает следующую версию этого Lipschpack, и все, и наше приложение крышится, потому что оно уже, оно ожидает, что оно динамически будет линковаться со старой версией, а в новой что-то поменялось. Для этого очень хорошо спасает утилита R-Sync. И вот такой вот скрипт. Он пробегает по всем вот этим вот папкам и воссоздает их содержимое в папке rootfs. При этом в случае каких-то изменений он достаточно быстро пробегает, находит изменения и обновляет и обновляет именно то, что поменялось у нас. И этот скрипт, его приходится запускать, ну, лучше всего его запускать просто перед началом работы. В отличие от полного копирования всех библиотек ручками, таким, ну, можно написать такой же скрипт, который просто все скопирует по SSH, по SFTP. Но это будет занимать много времени, а вот R-Sync пробегает, это все делает достаточно быстро. То есть у меня есть юзер пай, и вот на 129-ом айпишнике как бы работает с Raspberry. И вот этот вот скриптик, он очень облегчает жизнь. И в принципе такой подход. То есть что-то поменялось, его запустили, да вставили какие-то пакеты, которые нам нужны, его запустили. Вот. В качестве системы сборки отлично справляется CMake. Вот здесь вот я вставил пример моего реального CMake файла, который вот в первой строке под комментарием указывает, что у нас есть root pass по пути Raspberry Pi rootfs. В этом rootfs у меня, соответственно, полностью продублированы user и lib. Он указывает здесь, что использовать тут только явно указанные пути. Говорит, куда заглянуть за инклюдами, что это должно быть usr, то есть rootfs usr include. Это строка 22, 23. Вот. А внизу последние строчки, они задают список библиотек для линковки. Ну, это смотреть неинтересно. Я думаю, CMake видели. Вот. И тут возникает как бы вопрос, что делать, если в нашем приложении мы хотим использовать какие-то дополнительные липы. Как бы самый простой вариант это либо их скопировать, исходники, на Raspberry Pi и там их собрать, а затем опять же r-sync или ручками скопировать к себе на компьютер свою папочку с toolchain. Либо их там просто установить как dev-пакеты в обычном dpn'e и также это все обновить. Вот. И после того, как toolchain настроен, после того, как пути в CMake файле прописаны правильно к компилятору и наш CMake на выходе собирает именно бинарник, который, если мы ручками копируем на Raspberry Pi и его там запускаем через консольку, он запускается и работает. Тут как бы самое время импортировать этот CMake проект в кит-креатор. Его можно просто креатором открыть как файл проекта, прописать удаленный toolchain, проверить то, что подтянулся в списке компиляторов наш toolchain и в общем-то вся сборка как бы протекает просто по нажатию клавиши собрать. он делает шаги собрать, слинковать, задеплоить и там запустить. И для деплоя и запуска используется просто SSH credential. И вот тут я немножко углублюсь и расскажу про случай, который был у меня и который решался тем, что я хотел, чтобы у меня был клиент-серверный обмен. И обмен был построен на библиотеках ZeroMQ и Protobuf. Protobuf это сериализатор, ZeroMQ это такие заряженные сокеты. Главный момент был в том, что версии этих библиотек должны были совпадать. Они должны были абсолютно точно совпадать и на Raspberry Pi и на моем приложении на десктопе. Я говорю сейчас не про файлы для CrossToolchain, на Апра просто у меня десктопный клиент, обычное приложение собранное под Linux на Qt и серверная часть крутилась на Raspberry Pi. Первая же мысль была сейчас я поставлю эти пакеты там, поставлю эти пакеты на своем дистрибутиве и делать больше ничего не надо. дистрибутивы разные, я сижу не под Debian и версии не совпадали и тут возник вопрос как же это все решать. Первая мысль скачаю исходники себе на компьютер, скачаю исходники себе на Raspberry Pi одни и те же, скомпилирую их и там и там и буду ими пользоваться. Это решение, но тут есть такая проблема, что таких пакетов может быть довольно много библиотек, все их собирать и следить за ними это тоже достаточно напряжно, а изначальная сборка библиотек она ну проще всего ее конечно проводить на Raspberry Pi и сильно много не насобираешься, легче уже час потерпеть ремонтировать действительно флешку как слаб раздел и ту библиотеку изначально собрать там, потому что в противном случае это нужно брать какие-то исходники библиотеки и ей уже явно указывать что мы собираем ее тулчейнам, прописывать все пути это реально это работает но на это к сожалению может уйти денег может уйти больше вот и тут нас спасает вот такая вот вещь под названием Conan Conan это единственный и неповторимый менеджер пакетов для C и C++ что он дает как вообще им пользоваться сперва он устанавливается существуют сайты для Conan где уже есть написанные людьми сборочные скрипты и достаточно просто найти в списке поддерживаемых библиотек нужные нам нужных версий написать маленький файл под названием кажется Conan files .txt или как-то так и в нем перечислить список пакетов и версий которые нам нужны затем запустить Conan он посмотрит пройдется по этому файлику посмотрит что из этого установлено на первый раз будет ничего не установлено полезет на сайт скачает оттуда все исходники скрипты для сборки соберет их разложит в папочку сгенерирует специальный семейковский файлик который будет инклюдиться в наш семейк файл ну и на этом все и все что нам остается сделать чтобы эти все пакеты заработали это в своем это в своем семейк файле добавить буквально ой добавить буквально три строчки вот начиная где где include build raspberry pi crosscompile cmake и заканчивая Conan basic setup в этом вот кросскомпайле который генерируется Conan просто прописаны все пути ко всем установленным библиотекам он это там где-то в своей домашней папке их все складывает раскладывает туда указывает все пути когда мы потом будем писать include что-то там и искать нужный нам include нам даже система с автодополнением поскольку пути туда явно указываны сама как бы их подскажет это будет выглядеть как будто они просто стоят в системе так вернемся назад вот так вот выглядит файлик в котором описан список нужных нам пакетов то есть мы указываем под какой под какую сборочную систему это делается список пакетов их версии из каких веток они берутся и есть еще там можно указать дополнительные параметры если библиотека содержит в себе не только как бы точнее пакет содержит в себе не только библиотеку но и какие-то бинари которые нам нужны в случае протобуфера пакет содержит еще и генератор классов C++ который тоже нужен и это позволяет автоматически его копировать в нашу папку куда собираются наши бинари кроме того один из приятных моментов то что есть бесплатные сервисы а также просто бесплатные серверы которые можно хоть настроить у себя хоть пользоваться бесплатным сервисом для хранения своих бинарей таки как это называется бинарные репозитории то есть собрав и нагенерировав эти пакеты то есть после первой сборки грубо говоря у нас стянутся исходники появятся все бинарные файлы Conan их аккуратно запаковывают и ложат на сервер чтобы при следующей сборке он посмотрел что ага у нас компилятор такой-то архитектура такая-то о вот же они уже лежат собранные это чем-то напоминает генту вот и вторым делом я настроил свой такой сервер это оказалось достаточно легко и теперь как бы сборка стала относительно простой и большой профит в том что один раз собрав эти пакеты на Raspberry Pi их бинари ушли на сервер и когда я на кросс-компиляторе на своем компьютере уже настроил сборку моего приложения он тоже посмотрел что ага эти бинари уже лежат подтянул их сразу мне не пришлось возиться с тем чтобы их собирать вот а впоследствии все было донастроено так что Conan уже на десктопе зная что он собирает ARM приложения настраивал собирал эти все библиотеки сам без каких-то проблем то есть вся сборка буквально занимала 5 минут всех зависимостей и все было достаточно просто и весело так и единственное что Conan надо отконфигурировать тем чтобы сделать желательно в своей папке с проектом небольшой скриптик который первый раз при установке пропишет параметры нашей ремоут системы соответственно если вы используете это просто для своего десктопа тут уже указывается архитектура неарм в 7 x86 и та версия компилятора которая стоит у вас самая последняя строка как бы spider rep это просто было название моего бинарного репозитория на халявном сервере куда складывались все собранные бинарники для последующего использования на этом основная часть закончена что я скажу из проблем с конаном это то что конан можно ставить или через систему пакетов или через питон pip install и тут возникает такая проблема что каждый раз когда обновляется система обновляется питон или просто обновляется список пакетов на линуксе то очень часто меняется компилятор и снова приходится это все пересобирать порой когда хочется спокойно поработать иногда и смысл пореже обновляться вот и еще пожалуй такой интересный факт то что у разбери пая одновременно работают две операционные системы у него есть обычный ARM процессор от 1 до 4 ядер и есть GPU так вот GPU это по сути тоже процессор на котором крутится операционная система с RedX микрософтовская она закрытая так что разбери точно не попадает под понятие опенсорсного оборудования какого-то и GPU выполняет роль биоса то есть когда вставляется карта памяти в Raspberry Pi с образом операционной системой это именно он запускает в первую очередь запускается GPU находит эту карту памяти читает ее конфиги и запускает линуксовский бутлоадер и при этом все время в фоне он продолжает управлять частотой процессора и понижать ее в случае падения напряжения или перегрева вот так что все выглядит не так просто как кажется и на этом пожалуй действительно все есть ли вопросы есть какие-то особенности удаленного дебага через сссд правильно отнимаю особенностей никаких нет единственное что нужно правильно подобрать дебажный бинарник то есть нужно поставить, чтобы это был армовский бинарник, он стоял на компьютере, на Raspberry Pi, и нюансов больше никаких нет. То есть, как если бы вы работали просто с обычным Linux сервером и добавили его по SSH. Есть какая-нибудь виртуалка, которая эмулирует ту же самую операционку, которая на Raspberry Pi? Есть сам Raspberry Pi, который стоит 5 баксов, самый дешевый, и это, пожалуй, самый оптимальный вариант. Самый оптимальный вариант, да, потому что он ведь интересен больше в плане поморгать светодиодом, что-то на него повесить, покрутить его, использовать в каких-то реальных проектах. Сам по себе какого-то изучения, мне кажется, он не заслуживает в теоретическом плане. Я имею в виду то, что можно было скомпилить на виртуалку, а потом просто перекинуть бинарниками. Можно использовать, я так думаю, любую виртуальную машину, которая умеет задавать архитектуру процессора, чтобы это как бы был ARM. мне этого как бы не потребовалось, и идеи такой никогда не было. Видимо, я очень полно осветил, или это никому не интересно. Кроме Raspberry Pi, к слову, существует еще огромная масса одноплатных компьютеров, более дешевых, более дорогих, более старых, более мощных, и даже одновременно более быстрых, и в то же время более дешевых, с большим кучей фич. Но первым подопытным всегда стоит брать именно Raspberry, только из-за того, что у него огромнейшее комьюнити. И когда у вас возникнет какой-то вопрос из серии, можно ли сделать из Raspberry Pi принтер-сервер, домашний, какой-нибудь переделать старый монитор в Smart TV, или сделать из Raspberry Pi ретро-игровую приставку, первые три ссылки в гугле, как бы, ответят на все ваши вопросы со всех сторон. С очень подробным объяснением. Вплоть до того, что существуют целые образы для домашних медиа-серверов, для игровых каких-то решений, даже сервер 3D-печати для 3D-принтера, то есть образ просто закидывается на SD-карту, и эта вся штука включается без каких-то дополнительных манипуляций. А есть другие вопросы по поводу других микроконтроллеров, микропроцессоров? Что-то такое известно, что тоже облегчает. Допустим, на какие-то ардуинки или так далее. Что-то типа такого. Ну, самый освещенный из мелких микроконтроллеров это Ардуино, и в принципе их можно даже использовать вместе. А под что больше? Просто что комьюнити? Комьюнити на Ардуинку намного больше. Я вот, не знаю, слаживал. То есть, например, по интернету, по сетевую, через сетевую карту тоже уже решение, я не знаю, кажется даже больше, чем на Разбире. Да, но есть маленький нюанс, что Ардуинка – это 8-битный микроконтроллер, у которого 16 МГц и, кажется, 4 килобайта АЗУ. Есть разные, но потолок, ну, может быть, 8. Я поверю даже в 16 килобайт АЗУ на Ардуинке, но этого все равно обычно не хватает для каких-то задач. Ну, этого очень сильно впритык хватает для просто работы с СД-картой, потому что СД-карта требует работы блоками по 512 байт, и в системе, в которой 4 килобайта, выделить 512 байт – это уже большой кусок. То есть, Ардуинка не потянет работу с изображениями, если вы хотите сделать какую-то систему удаленного наблюдения, в то время как у Raspberry Pi с этим целая масса решений. К Ардуинке нельзя подключить монитор, если это должно быть какой-нибудь смарт-ТВ или эмулятор 8-битной приставки под красивые коробочки. То есть, это немножко разные устройства в плане решаемых задач. Спасибо. Понял, спасибо. Я недавно использовал в своем маленьком проекте. Хотел, просто делаю все вычислительные мощности и вообще для чего это предназначается. Для моих задач там хватало. Я так понимаю, если больше хотеть, то производится совершенно преходительно более мощно. так как бы на Raspberry можно решать всевозможные задачи со своими какими-то хобби-проектами. Если вы хотите, чтобы у вас там постоянно крутился сервер с каким-то вашим приложением, то закинуть Raspberry Pi в стол, своткнуть в него какой-нибудь зарядкой от телефона, это все же полноценный Linux. Но если мигать светодиодом, то, конечно, проще начинать с Ардуинки. Но в Ардуинке нет никакой операционной системы, то есть вы пишите приложение, оно как бы сразу работает там, без ничего. Вот. Еще вопросы? Тогда я еще расскажу интересный факт, то, что первый раз Raspberry Pi умеет воспроизводить и записывать видео в Full HD разрешении при своем медленном одноядерном процессоре в 600 МГц. И это реализовано тем, что на GPU расположены хардварные кодеки под MPEG-4 и это делается все немножко там специфично, странно и своими утилитами, но при этом позволяет выжимать очень большую производительность в работе с видео. Вот. Но только если камера подключена через вот этот вот их проприетарный разъем. Потому что этот проприетарный разъем это как раз вход для камеры с хардварным ускорением. похоже все